Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Статья, которую сейчас озвучу, называется «Умереть или победить». Написано 11 ноября 2017 года. Итак, начинаю. Подписчик моего блога, YouTube-канала Олег, являющийся во многом моим единомышленником, прислал мне письмо, на которое я считаю своим долгом отреагировать, так как это архиважно для футбола, для понимания этой игры, для наполнения новой энергией такого понятия, как футбольная философия. Только сейчас я начинаю понимать, почему в футбольной науке, да и практике тоже, нет определения ключевого, стержневого, фундаментального понятия футболя, футбольная команда. Понимаю также, почему нет определения понятий критерий прогресса в футболе или мотивации к самосовершенствованию. Если все, только что перечисленное, расшифровать беспристрастно и максимально объективно, то неизбежно придешь к тому, что первично, доминантно в футболе понятие «команда», а не понятие «футболист». Что первично? Дух или материя? Это главный вопрос, который будоражил лучшие умы человечества на протяжении последних тысячелетий. Официальные науки, будучи махрово-материалистическими, ведут смертельный бой за сохранение статуса КВО, за консервирование доминантности материи по отношению к духу, к духовному началу. Старая, отживающая, никогда без боя не сдаст свои позиции, так как для него это вопрос жизни и смерти, вопрос резонности, былых достижений и наград, былой славы, в конце концов. Покажите мне ученого или высокопоставленного деятеля, которые добровольно откажутся от своих побрякушек, от своих ученых степеней, званий и наград. Никто не хочет признавать, что их деятельность была основана на ошибочных представлениях об окружающей реальности. До сих пор современная официальная академическая наука упирается в признании того факта, что скорость света не является самой высокой скоростью в окружающей реальности, что обнаружены поля, которые в 100 миллиардов раз быстрее переносят информацию, нежели скорость света. Это так называемые торсионные поля. Но закончим обзор дел в современной академической науке, не начав его, и вернемся к делам футбольным. Если бы были даны определения вышеозвученным понятиям футболя, то футбольный мир осознал бы, что ключевым понятием футболя является понятие футбольная команда. А если так, то транспортная среда современного футбола была бы поставлена под сомнение. Это кому-то нужно? Кто пойдет на то, чтобы ликвидировать трансферные многомиллиардные сделки ради иллюзорного преимущества командного взгляда на футбол? Современный футбол – это огромный рынок, где покупаются и продаются игроки, где нивелируется футбол как искусство в угоду низкопробному шоу, легко воспринимаемому многомиллионной армией болельщиков. К великому сожалению, современный футбол не поднимает сознание болельщиков до уровня искусства, а наоборот, опускает его и уже опустила до уровня обыкновенного бесхитростного зрелища. Если бы футбольная наука доказала, что доминирующим, главенствующим понятием футболя является команда, то футбольный мир бы понял, что трансферные сделки по продаже и покупке игроков – это путь в никуда. Это то, что питает и удерживает на плаву футбол, как низкопробное шоу. Не игроков нужно покупать и продавать, а команды. Вот тогда бы началась эра возрождения и процветания клубных футбольных школ. Вот тогда можно было бы всерьез говорить о тренерской работе по созданию команд как духовного монолита. Вот тогда бы тренеры переквалифицировались бы из администраторов с корочками об окончании тех или иных тренерских учебных заведений, которые нафиг не нужны настоящих учителей. Что для этого нужно? Годы? Десятилетия? Столетия? Возможно и столетий будет мало. Чтобы прорвать тину современного футбольного болота, нужно создать такую футбольную команду, которая бы обновлялась только за счет собственной школы подготовки, игроки которой забыли бы такое понятие как легионер, являющимся для идеологии того или иного футбольного клуба и народным телом. О каких клубных традициях можно говорить, если игроки команды представляют собой микс из своих и чужих футболистов с постоянно меняющимися вкусовыми особенностями? Футбольные клубы уже давно превратились в торговые места на огромном базаре под названием «Мировой футбол». Соревнования футбольных клубов давно превратились в соревнования денежных мешков. Чем больше в клубе денег, тем больше купленных талантливых игроков. Это аксиома. Купили таланты, командные игровые кондиции поднимаются. Состарились таланты, кондиция опускается. Эти качели подъемов и спусков в игровых кондициях мы наблюдаем. А может ли какой-либо футбольный клуб избежать качель? Да, может. Но это возможно только в одном случае, когда команда будет перенесена на рельсы обновления и пополнения только за счет собственной школы подготовки футболистов. Если школа подготовки будет передовой, то никакая конъюнктура в мировом футболе не пошатнет лидерские позиции этого футбольного клуба. Не покупать игроков нужно, а продавать. Продавать тех, кто в силу своего возраста уже не выдерживает тренировочных и матчевых нагрузок. А на полученные деньги развивать инфраструктуру собственной школы подготовки, подводя ее к недосягаемой для других высоте. Если подобное случится, то никакие хваленные клубы с их славной историей не смогут составить конкуренцию вашей команде. Повторю в очередной раз. Настоящая футбольная команда – это курица, которая несет золотые яйца. Мастер-команда – это высочайшие командные игровые кондиции, основанные на высочайшем уровне технической подготовки футболистов. Принцип лечебного кровопускания – это безальтернативный способ поддержания игровых кондиций команды на высочайшем уровне на протяжении многих десятилетий. Не лет, а десятилетий. Продали парочку престарелых футболистов, которых с руками и ногами оторвут лучшие селекционеры мира. И пополнили состав команды за счет собственных воспитанников, которым не нужно объяснять азы стратегии и тактики, всех нюансов футбольной игры, которые ими уже впитаны с молоком матери и на подготовку которых потрачено ровно в сто раз меньше денег, нежели на приобретение среднестатистического легионера. В футболе не раз мы сталкивались с ситуацией, когда все игроки команды думали в унисон – умереть или победить. Это огромный духовно-психологический всплеск, основанный на высоком эмоциональном уровне. В финале Евро-2016 игрок сборной Франции вырубил Рональда в первом тайме, лишив сборную Португалии ключевого игрока, а заодно и всех надежд на победу в финале. Вот тогда игроки Португалии сказали себе – умрем или победим. Да, высокий эмоциональный подъем творит чудеса, но не настолько, насколько думают многие. Что могут игроки в таком состоянии? Они могут играть на более высоких скоростях, выкладываться на поле, удваивая свои энергетические затраты. Что еще? А вот больше как раз и ничего. Как бы ты не хотел забить, но если не умеешь принимать жесткие передачи у дуги штрафной площадки соперника, если ты одноног, если владеешь искусством точной передачи, то есть футбольный кастинг, если не владеешь, точнее, искусством точной передачи, футбольный кастинг, если не владеешь искусством подката, если не владеешь искусством перехвата мяча, если в команде не шлифуется тотальный прессинг, если твоя игра головой далека от совершенства, если не поднимаешь голову перед приемом мяча, Если не владеешь элементарными приемами освобождения от борьбы с набегающим на тебя соперником, если никогда не развивал скорость мышления на футбольном поле, если твои ударные показатели ниже плинтуса, если в команде не шлифуется до блеска стандартная розыгрыша не только штрафных, но и угловых ударов и многое другое, то о гарантированном преимуществе на футбольном поле можешь и не мечтать. Да, эмоциональный подъем удваивает шансы команды. И иногда это приносит свои плоды. Сборная Португалии выиграла Кубок Европы с минимальным счетом 1-0. Вы сами понимаете, что такой счет ни о каком серьезном преимуществе в игре не говорит. Более того, можно выиграть с таким счетом, когда тебя прессует соперник на протяжении двух таймов, а одна удачная контратака решает исход матча. К чему я все это говорю? Да к тому, что никакой эмоциональный подъем не поможет команде, если ей противостоит высокотехничный, сплоченный на уровне духовного монолита соперник. Как бы ты не хотел выйти из противостояния победителям, но если выйдешь на танк с водяным пистолетом, имея высочайший эмоциональный подъем, все равно проиграешь. А вывод прост, как хозяйственное мыло. Не умирать нужно на футбольном поле, а переигрывать соперника технически, тактически и стратегически. Когда это поймут футбольные тренеры мира, тогда выбросят, как ненужный хлам, разные барьерчики с горизонтальными лестничками и прочее. Забудут о квадратиках и бессмысленной двухсторонке, которая кроме полученных игроками травм ничего полезного не дает. Олег пишет, цитата, и тоже играет двухсторонку, чтобы не потерять мышечную память. Конец цитаты. Мышечную память чего, простите? Ударов? Так в командах нет ни одного игрока, который бы одинаково успешно бил подъемом, обводящим внутренний и обводящий внешний. Передач? Брак в точности передач в современных командах огромен. Может быть приема мяча? Посмотрите, как принимают мяч игроки у дуги штрафной соперника, и вам все станет ясно. Может быть ведение мяча на скорости? Кроме Марадона и Месси, мне трудно назвать футболиста, который приближался бы к ним в этом умении. Тогда что? А ничего. Еще Олег пишет, цитата, прыгаю через барьеры, развивая координацию и все такое. А слабо ли развивать координацию, отшлифовывая те или иные технические элементы? Зачем тратить драгоценное время на то, что является половиной необходимого? Вам нужен автомобиль без двигателя? Вас устроит дом без крыши? Кому нужна координация без умения исполнять технические элементы, где эта координация необходима? В сутках нет времени для владения всеми техническими элементами. Три восклицательных знака. Я об этом говорил уже тысячу раз. И еще миллион раз скажу. Так зачем тратить время на составляющую, если не умеешь исполнять целое? Координации голы не забиваются. Физическая подготовка и тоже. Пластикой и атлетизмом аналогично. Для того, чтобы забить гол, нужно как минимум владеть искусством. Во-первых, ведение мяча на скорости. Во-вторых, приемом мяча, посланного с разной силой. В-третьих, точной и выверенной по силе передачей. Четвертое, основными видами ударной техники. Что у нас с этим? Как обстоят дела? Протестируйте любую, я подчеркиваю, любую команду. И вы ужаснетесь. Когда, наконец, тренеры поймут такие элементарные вещи? Все мои призывы глаз вопиющего в пустыне. Не слышат. До тех пор, пока футбольный мир будет глух к таким элементарным выводам, ничего с места не сдвинется. И выигрывать будут те, кто сможет купить больше талантливых игроков. Ларчик ведь просто открывался. Не правда ли? У меня все, господа.